Дорогие друзья, здравствуйте! 14 сентября на календаре, осень вступает в свои права, но сегодня мы будем говорить не об осени, а почти вечном лете, хотя тут тоже есть некоторые. Но тема нашего сегодняшнего вебинара «Северный Кипр». Мы будем обсуждать множество вопросов, в основном, естественно, связанных с недвижимостью, но не только. Обсуждать мы их будем с экспертом компании Leverage Investment, с руководителем отдела продаж этой компании Аркадием Осипианом. Аркадий, здравствуйте! Добрый день, друзья! Добрый день! Друзья, друзья, добрый день! Меня зовут Аркадий Осипиан, я являюсь руководителем отдела продаж компании Leverage Investment. Мы работаем на рынке недвижимости Северного Кипра с 2004 года, то есть уже 19 лет. За это время мы реализовали порядка 5000 объектов недвижимости. Как вы знаете, в прошлом году был такой бум недвижимости, на рынке недвижимости, что мы приняли решение увеличить штат нашей компании практически в два раза. И на данный момент у нас с компанией работает около 40 сотрудников. Это легко объяснить, потому что наша компания занимается не только продажей недвижимости, также мы большое внимание уделяем постпродажному сервису. И нам очень важно, чтобы наши клиенты, чтобы у нас строились долгосрочные отношения с нашими клиентами, чтобы они могли обратиться к нам по принципу одного окна. То есть получить полный спектр услуг в одном месте, чтобы у них после того, как они обратились к нашу компанию, не болела голова о том, куда еще идти, где оформить вид на жительство, как открыть счет в банке, как устроить детей в школу, либо университет, где купить мебель или бытовую технику. Со всем этим мы нашим клиентам помогаем, причем это никак не ограничено по времени. Допустим, многие наши клиенты приобретают недвижимость на стадии строительства. И прямо сейчас, возможно, вся эта помощь ему не требуется, но через 2-3 года, когда они будут получать ключи, у них эти вопросы все возникнут, мы всегда рады им помочь. Поэтому для нас это очень важно, чтобы люди полную поддержку на протяжении всего этого периода от нас получали. Также мы занимаемся посуточной арендой, краткосрочно занимаемся обслуживанием комплексов, поэтому, как я сказал, штат нашей компании настолько увеличился. И в связи с этим, в том числе, мы приняли решение открыть второй офис в центре Кирении, для того, чтобы и нам, и нашим клиентам было комфортнее обсуждать условия сделки, как-то работать. Поэтому в ближайшее время мы закончим там ремонт, переедем и будем рады открыть двери для наших клиентов и пообщаться с вами уже там. Простите, про посуточную аренду я просто отдельно сразу вопрос задам, потому что об этом часто спрашивают и как бы не всегда получают ответ. Когда говорят про посуточную аренду, это история как бы под ключ, то есть, ну окей, у меня есть квартира, и вы ее возьмете в обслуживание. В управление. Давайте сразу, может быть, буквально пару слов, а что за условия в данном случае? Хорошо, смотрите, есть два варианта. Мы действительно в первом случае можем брать квартиру в управление, когда мы полностью берем на себя рекламу, заселение клиентов, уборку, подготовку квартиры, оплату счетов по электричеству, водоснабжению и так далее. То есть мы полностью занимаемся всем, а наши клиенты получают только чистый, фиксированный доход в зависимости от стоимости каждого объекта недвижимости в суток. Ну там, в сезон разница и не в сезон может отличаться. И второй вид аренды, который мы предлагаем нашим клиентам, это гарантированная аренда. Это когда, вне зависимости от того, сдается ваш объект недвижимости или нет, мы договариваемся, например, что за каждый месяц вы будете получать 400 фунтов на руки. И в течение года, либо трех лет этот договор может действовать на ваше усмотрение, опять же, можем продлевать его. То есть, опять-таки, всем занимаемся мы, вы просто получаете деньги, и вас вообще не волнует, сдается она или нет. Вот два вида по аренде мы предлагаем, и какой из них вам больше подходит, вы можете об этом. Окей. Ну, прошу прощения, мы немножко отвлеклись от главной темы. Давайте еще буквально пару слов перед тем, как мы уже начнем основной такой поток. Вот по поводу того подарка, который вы предлагаете, дарите всем участникам сегодняшнего вебинара. И, ну, я думаю, все видят, вот наверху экрана появилась такая голубая строчка с красным таким кругляшом, овалом. Что это такое, как это работает? Да, действительно, для всех наших участников нашего вебинара мы подготовили небольшой сюрприз. Они получат подарочный сертификат на тысячу фунтов. Они смогут им воспользоваться, когда приедут на Кипр, либо даже если приймут решение приобретать недвижимость удаленно. То есть это будет именной сертификат. Я думаю, что по итогам нашего вебинара в течение сегодняшнего дня мы сможем отправить им на почту, либо в соцсети этот сертификат для того, чтобы люди могли им воспользоваться. И любой объект, который они выберут из нашей базы, они в итоге получат на него скидку в тысячу фунтов. Ну, то есть вы нажимаете кнопочку «Получить» и, соответственно, по завершении вебинара вы получите этот подарок. Хорошо. Ну, давайте теперь, собственно, поговорим о Северном Кипре в целом, о том, что, собственно, сейчас происходит и на этой части острова, и вообще на рынке в целом. И, ну, наверное, тут видите, рынок недвижимости и жизнь, они очень тесно переплетены. Да, вы сами сказали, насколько резкий спрос был в прошлом году. Что сейчас вообще происходит? Какова ситуация? И несколько слов о Северном Кипре в целом. Да, смотрите, конечно, в прошлом году был настоящий бум. Я думаю, он был не только на Северном Кипре, но и во многих других странах. По понятным причинам это произошло, но мы никогда не рекомендуем нашим клиентам как-то брать этот год за пример, либо ориентироваться на него, потому что он был аномальный. Если вы хотите понимать реальные цифры, то лучше брать среднестатистические данные, которые происходили в предыдущие годы. И мы всегда нашим клиентам рекомендовали обращаться к статистике, которая показывает, что в среднем рост цен на Северном Кипре на недвижимость составлял порядка 10-12% в год. Соответственно, именно на эти цифры более реалистично ориентироваться. Мы, повторюсь, около 20 лет этим занимаемся. И если посмотреть статистику, все эти годы цены на недвижимость на Северном Кипре только росли. Не было ни разу, чтобы они падали. Был единственный год, это пандемийный год, когда просто все было заморожено, но дальше опять произошел рост. Поэтому, если не брать, повторюсь, прошлогодний аномальный сезон, когда просто все сметалось и люди не могли даже приобрести то, что хотели, в целом я предлагаю ориентироваться на рост цен на 10-12% в год. И нет никаких оснований полагать, что этот рост остановится по нескольким причинам. Во-первых, у нас спрос по-прежнему высокий, потому что цены, несмотря на то, что они уже выросли, они все равно остаются ниже, чем в соседних странах, которые в Южной Кипре или Турции. Кстати говоря, из Турции очень многие к нам переехали в прошлом году по той причине, что там сложнее стало с Ренджа. Я так понимаю, что во многих районах его перестали выдавать, там стало зависеть от того, сколько стоит эта недвижимость. У нас на Северном Кипре таких проблем нет, поэтому очень многие переезжали из Турции именно к нам. Второй момент, все меньше остается хороших интересных участков, это остров, здесь не так много свободной земли для строительства. Поэтому, конечно, эти участки всегда дорожают в цене, спрос на них всегда большой. Это тоже сказывается на стоимости недвижимости. Ну и важный момент, я думаю, все знают о том, что стоимость стройматериалов за последнее время сильно выросла, поэтому все это не может не сказываться. И она, вероятнее всего, продолжит расти, исходя из того, что, к сожалению, из-за землетрясения, которое состоялось в Турции, теперь потребуется много стройматериалов для того, чтобы восстановить пострадавшие регионы. Поэтому будет определенный дефицит этих стройматериалов. Как я понимаю, основные стройматериалы на Северном Кипре, они, собственно, из Турции, но как и очень много, большинство товаров, они не вставляются из Турции. Хорошо, давайте тогда перейдем к следующей истории. Вот как вы сейчас объясните этот рост? Понятно, что геополитика очень сильно влияла и всегда влияет на недвижимость. На Северном Кипре для кого-то, кто-то по этой причине, скажем, Северным Кипром не интересуется, кто-то наоборот считает, что это интересно. Вот что сейчас те люди, которые у вас покупают, те, кому это интересно, почему, по вашему опыту, зачем они покупают, что их так привлекает? Ну, на мой взгляд, есть несколько причин у этого спроса и постоянного его роста. Дело в том, что на Северном Кипре, повторюсь, несмотря на поднятые цены, до сих пор цены привлекательные на недвижимость. Сравнивая с другими регионами, здесь приобрести квартиру или виллу можно значительно дешевле, чем в других странах, где-то в Испании, на Южном Кипре. Обычно нас сравнивают с этим же средиземноморским регионом. Вторая причина, здесь достаточно просто легализоваться. Если люди рассматривают покупку недвижимости для получения вида на жительство, это несложно. Здесь достаточно привлечь недвижимость. И дальше мы вам поможем собрать необходимый пакет документов, чтобы вы могли получить вид на жительство на год, а далее его автоматически продлевать каждый год. Третья причина, многие, возможно, не знают, но на Северном Кипре это образовательный центр. Здесь большое количество частных школ, в которых преподавание ведется на английском языке. Здесь порядка 30 вузов, и вообще в общей сложности, наверное, у нас сейчас на Северном Кипре обучается больше 100 тысяч студентов. Поэтому все эти факторы, они, конечно, привлекают людей. Также очень важно, что у нас легко открыть счет в банке. Для этого ничего особенного не требуется, кроме покупки недвижимости. Сюда есть несколько вариантов и способов, как оплатить эту недвижимость. Опять же, мы со всем этим помогаем. Поэтому достаточно легко и просто легализоваться, приобрести недвижимость для разных целей. Как для постоянного проживания, так и для инвестиций. Ну и, естественно, инвесторов привлекает тот рост, о котором мы говорили перед этим. Что можно приобрести сейчас, зайти в какой-то проект на ранней стадии, и в последней перепродать и заработать. Ну, я хочу обратить внимание, что уже некоторые вопросы к нам поступили. Мы в любом случае обязательно постараемся на них ответить. И, Александр, даже спасибо, ваш вопрос увидели. Обязательно ответим на него. Несколько слов давайте буквально тогда все-таки о финансовой истории, которая сейчас есть. Давайте начнем, скажем, с момента начала пандемии, с 2020 года. Как менялись цены и что тогда происходило? И особо последние полгода. Вот к чему мы сейчас пришли? Ну, смотрите, если мы еще до пандемии считали, что у нас стартовый ценник на студии в новых проектах, это порядка 45-50 тысяч пунктов, было, то еще до пандемии были такие цены, то в прошлом году у этих же застройщиков в новых проектах стартовый ценник был уже 80-90 тысяч пунктов. То есть уже на этом примере можно увидеть, насколько сильно выросли. И повторюсь, ранее мы обращали внимание, что этот рост был не таким большим, он составлял обычно порядка 10%. То есть люди могли купить за 40, через год это в этом же проекте, новый блок, допустим, могли сдавать застройщики. И когда он поступал в прайс-лист, в продажу, цена могла составлять 45 тысяч. То есть тут 10% примерно, мы считали, что это нормально, все понимали, чего ждать. То есть был такой стандартный живой рынок, когда ты можешь его хорошо прогнозировать. Потом произошел этот подъем, когда цены могли взлететь в два раза. И сейчас мы продолжаем наблюдать, в принципе, такой же рост стандарта, который был Дэвид. Ну вот смотрите, вот этот рост в два раза, это исключительно геополитика? То есть просто огромное количество россиян, украинцев поехало на остров в моменте? Или тут несколько более сложная история? Ведь насколько я понимаю... Настолько большой был, я думаю, что в основном из-за геополитических ситуаций, которые в мире происходят. Как я уже говорил ранее, что рост, в принципе, был всегда. Просто он был не таким большим. Поэтому говорить о том, что это остановится, у нас нет никаких предпосылок, мы об этом ранее уже сказали. Попрошу, знаете, еще один момент, опубликовать контакты компании с Leverage Investment в чате. И напомню про подарочный сертификат от компании. Нажимайте на кнопочку «Получить» и вам его по завершении вебинара специалисты компании, безусловно, вышли. По следующему вопросу я, наверное, добавлю, что как менялась ситуация в связи с пандемией, очень многие у нас клиенты стали приобретать недвижимость удаленно, поскольку прилететь они не могли. Из-за пандемийных ограничений везде были карантины. Для нас это было чем-то новым, потому что до пандемии, наверное, большинство людей все-таки предпочитали прилететь в ознакомительный тур, посмотреть, познакомиться со страной, с объектами недвижимости, с нами лично, потому что одно дело общаться по телефону, другое дело приехать, увидеть наш офис, всю команду, директора лично познакомиться, пообщаться. По этой причине нам пришлось несколько переформатировать свою работу. И, опять же, это стало достаточно просто и удобно. Мы много сделок проводим в онлайн-режиме сейчас. С тех пор, несмотря на то, что пандемия закончилась, и уже люди могут лететь, несмотря на это, большой процент людей по-прежнему приобретает онлайн. — Окей. Я вот объединяю несколько вопросов. Вот наша активная такая зрительница Александра. Александр, спасибо вам большое. Действительно, есть опасения у людей, чего скрывать, это совершенно понятно. Я абсолютно убежден, что вы в своей работе сталкиваетесь с ними. Причем опасения, ну, с одной стороны, вот этот статус, непризнанный статус Северного Кипра, и только Турции признан. С другой стороны, если я правильно понял, еще вопрос от сомнения, а что же, ну, взаимоотношения с Турцией, да, то есть понятно, что у Северного Кипра с Турцией все в порядке, но любые ограничения, там тоже на въезд со стороны Турции ставят под вопрос какие-то трудности. Как вам эта ситуация видится с Северного Кипра? Ну, смотрите, у нас всегда к нам попасть на Северный Кипр можно было двумя способами. Первый вариант – лететь на Южный Кипр, в аэропорт Пафоса или Ларнаки, и спокойно на такси, либо взять машину в аренду, приехать к нам. И второй вариант – лететь через Турцию. Чаще всего это были Стамбул или Анкара, какие-то крупные аэропорты, где очень много пересадочных рейсов, поэтому легко было приобрести билеты. Пересадку можно было найти буквально пару часов, то есть это не очень сложно было, не было длительного ожидания. И из Стамбула до Северного Кипра лететь час-пятнадцать минут. Поэтому с пересадкой это было единственное неудобство, с учетом того, что мы не так часто, в принципе, летаем, не каждый день, поэтому один раз в год, допустим, пару раз в год можно с этим неудобством столкнуться, но это не критично. Что касается статуса, в принципе, Северного Кипра, многие, возможно, не знают из наших зрителей, но это отдельное суверенное государство, оно не входит в состав Турции, как многие думают. У нас свой президент, свое правительство, свои законы, вообще другое право совершенно. Поэтому отдельная страна. И, конечно, Турция оказывает нам всяческую поддержку, в том числе финансовую, в плане инфраструктуры тоже. Вот у нас водоснабжение в одном море проходит, мы получаем воду из Турции. В ближайшие несколько лет появится также электроскабель, по которому электричество мы также будем получать из Турции. Но это не значит, что у нас нет ничего своего. Есть в Турции. Я, кстати, узнавал, для меня это было таким откровением, что вода подается по какому-то огромному, для меня это трудно чисто физически. Да, я вот живу на Северном Кипре уже 11 лет, вот в октябре будет 11 лет, как я переехал. Могу сказать, что первые три года этого водоснабжения из Турции еще не существовало. Все еще было в стадии строительства, такой масштабный проект дорогостоящий был. И, ну, тем не менее, вода на Северном Кипре всегда была просто из местных источников. Просто для того, чтобы это было стабильно, чтобы мы не зависели, не страдали от засухи какой-то летней, построили вот этот водопровод. И теперь у нас вообще в последние 8 лет нет никаких проблем с воплением. Ну, безусловно, вот именно статус этот, да, вот как вы справедливо, Аркадий, заметили, вот взгляд Северного Кипра, он вот такой. Да, то есть тут... Что касается признанности и непризнанности, на самом деле, на мой взгляд, вот я как человек, который здесь столько лет живет, могу сказать, что единственное неудобство с этим, это то, что не было прямых рейсов и нужно полететь с присадкой в Турцию. Плюсов от непризнанности было намного больше. Например, у нас нет беженцев, которые страны Евросоюза вынуждены принимать. На том же Южном Кипре есть целый лагеряк, да, вынуждены они принимать беженцев. У нас намного спокойнее и безопаснее благодаря этому. Второй плюс, то, что у нас никто не требует доказать происхождение ваших денежных средств. Никто не задает вопрос, откуда у вас эти деньги, там, отчитаться за каждый евроцен и так далее. То есть приобрести недвижимость даже у соседей на Южном Кипре, это целый квест такой, как показать, доказать происхождение вашей. Покупают, да, и здесь, и там. Смотрите, давайте перейдем все-таки к вопросам недвижимости непосредственно. Что хотелось бы уточнить, тоже уже эти вопросы задавали. Все-таки в вашем портфеле сейчас и основной товар, да, так уж недвижимость товар сейчас. Это новостройки, это вторичка, это проекты на стадии там, вот, самой ранней или это уже что-то готовое, особенно с учетом того, что действительно очевидно, и вы это тоже говорили, за последний год очень много объектов вымылось с рынка, просто они были приобретены. Давайте об этом. Смотрите, обычно в предыдущие годы всегда продавалось больше объектов недвижимости на стадии строительства. Это обусловлено несколькими причинами. Во-первых, это дешевле, потому что чем раньше вы приобретаете объект недвижимости, тем дешевле он стоит. Вторая причина – это беспроцентные рассрочки, которые здесь на Северном Кипре есть. Опять же, у многих, насколько мы знаем, во многих странах такого нет. У нас дают рассрочку даже после получения ключей. Не только на период строительства, но и на год-два после получения ключей. Этим не все страны могут похвастаться. Например, в некоторых проектах сейчас на Северном Кипре можно получить беспроцентную рассрочку до 6 лет. Также застройщики, если нужно, готовы предоставлять кредиты до 20 лет. То есть достаточно гибкие планы оплаты. Первоначальный взнос всего 30-35% от стоимости, и дальше вы ежемесячными платежами, либо ежепартальными вносите оставшуюся сумму. Это универсальная история по рассрочкам? То есть, как бы, ну, вы сказали, что это некоторые. И от чего это зависит? Кто дает, кто не дает? Просто часть застройщиков дает рассрочку беспроцентную только на период строительства. Она в любом случае есть всегда на период строительства. А часть дает... У всех? Разные бывают условия, в зависимости от застройщика, от комплекса. Поэтому чаще всего покупали именно так. Но в прошлом году, понятное дело, люди переезжали в большей степени на ПМЖ сюда. И, естественно, сильно вырос спрос на готовое жилье, на вторичку. Потому что приобрести готовую первичку практически невозможно на Северном Кипре. Рынок таким образом устроен, что большая часть объектов наиболее интересных, с лучшей планировкой, видами, по цене наиболее интересных, они продаются еще на стадии строительства. Поэтому к моменту окончания строительства их просто физически не остается на рынке. И поэтому в прошлом году сильно вырос спрос на вторичное жилье. Цены тоже на него сильно залетели. Поэтому это тоже показатель того, что инвестировать в недвижимость Северного Кипра – это достаточно важно. По поводу вторички, вот как раз вопрос был тоже на нашей зрительнице. Во-первых, вторичка тоже бывает разная. Условно говоря, есть те новые объекты, которые были построены в течение последних 5-6 лет. Есть объекты в любой стране и в любом месте. И Северный Кипр тут не исключение. Ты смотришь на них, понятно, что в них и 50 лет назад жили, и 100 лет назад жили. Когда вы говорите о вторичке, что это такое все-таки, и насколько этот рынок, именно рынок вторичного жилья урегулирован, особенно с учетом статуса, кому принадлежит этот дом, какие здесь на него права, кто является его собственником, как это все проверяется. Смотрите, на самом деле нет никакой разницы, первичка это или вторичка по статусу. Все давным-давно Европейский суд по правам человека уже принял решение и постановил, что никто не может отобрать у вас эту недвижимость. Большинство клиентов боятся именно этого, что завтра придут условные греки и скажут, что это моя земля. Это невозможно. Это было решено еще в начале 2000-х годов. Поэтому был определенный прецедент с одной английской парой. Европейский суд по правам человека решил ситуацию в их пользу и с тех пор постановил, что любые спорные моменты должны решаться в специальной комиссии. Но на нас с вами, как на покупателях, на иностранцах покупателей недвижимости никак не отразится. То есть это процесс, когда греки-кипреты или турки-кипреты требуют компенсацию какую-то, они решают это в специальных комиссиях. И нужно понимать, что все те объекты недвижимости, которые сейчас строятся и продаются на рынке недвижимости, по ним вопрос земелин уже давно решен. Поэтому опасаться того, что завтра к вам придут и что-то потребуют вернуть, не стоит. Ну вот я живой пример, я человек сам, который приобрел здесь недвижимость. И, наверное, понимая, живя здесь 11 лет, понимая, что завтра у меня это могут отобрать, я бы никогда в жизни этого не сделал. Далее, что касается вашей первой части вопросов по поводу того, какую именно вторичку здесь предпоритают. Все-таки Северный Кипр отличается тем от других стран, что это достаточно новая страна. По факту она существует всего 40-50 лет. Поэтому мы считаем, говоря о вторичке, мы считаем эту недвижимость до 10 лет. Чаще всего это 3-5 лет, но есть объекты, которые мы продаем в хороших комплексах, которые качественно были построены и 10 лет назад. Они до сих пор выглядят хорошо, с красивой инфраструктурой. И многие наши клиенты с удовольствием приобретают недвижимости там. Аркадий, а почему вы... Ну, я понимаю, что это на первый взгляд может показаться ну, такой немножко наивный вопрос, но тем не менее. В любом месте, и на Северном Кипре тоже наверняка приезжают люди, которые там, условно, назовем дауншифтерами, да, которым интересно что-то вот такое аутентичное, старое, наверняка более дешевое. Я сам приехал в Ларнаку, переехал границу, приехал и смотрю, там есть, ну, очаровательные, да, может быть, не слишком удобные наверняка домики, но эмоциональное желание, а почему бы и нет? Вот ваше ощущение? Ну, честно говоря, такое жилье чаще всего мы называем, что оно под снос. Потому что, к сожалению, качество строительства на тот момент было таким, что спустя десятки лет нормально, комфортно проживать в нем уже не представляется возможным. Поэтому чаще всего эти дома даже здесь застройщики выкупают, и они стоят достаточно много, если они расположены в хорошей локации, просто потому, что ценится сам участок, на котором они стоят. Далеко хоть и не надо, у нас напротив нашего офиса продавался участок, к нам приходили владельцы, продавался дом, и к нам приходили владельцы с желанием продать этот дом, и ценник озвучили в полтора миллиона фунтов, хотя дом абсолютно не был пригоден. То есть дом не стоит ничего в данном случае? Да, его просто кто-то в итоге из застройщиков выкупил, снес, естественно, тут же, и построил на нем высотку, продал там несколько десятков квартир и заработал. Поэтому нужно все-таки понимать, что есть определенная специфика страны, есть климатические особенности. Поэтому такое вот откровенно старое и ветхое жилье мы не рекомендуем нашим клиентам приобретать. Повторюсь, поскольку мы все-таки с клиентами стараемся строить долгосрочные отношения, мы не так, что сегодня продали и забыли о том, что произошло. Мы и дальше собираемся и работать на этом рынке, на улице Северного Кипра, и дальше поддерживать отношения с клиентами. Окей, я перед тем, как задать следующий вопрос, хочу еще раз подчеркнуть. Я увидел вопрос Александра, можно я быстро на него отвечу? Да, пожалуйста. Потому что дома не строятся на века. Я, может быть, вы не услышали, я подчеркнул, что в тот момент качество строительства 20-30 лет назад было еще не настолько хорошим. Понятно, окей. Так, Аркадий, вы здесь? Да, да, я здесь. Отлично. Я прошу еще о том, что сейчас проекты совершенно другого качества, и у вас никаких, я уверен, вопросов не возникнет по этому поводу. Я прошу еще раз контакты опубликовать кампании и еще сделать один небольшой анонс. Насколько я понимаю, мы, собственно, когда определяли дату вебинара, мы ее так двигали и в итоге подвинули именно вот сюда, потому что вы через буквально несколько дней уезжаете на выставку в Казахстан. Я знаю, что сейчас вижу, у нас много зрителей из Казахстана на вебинаре, и, насколько я понимаю, вы будете в ней участвовать. Да, все верно. У нас 19-20 сентября пройдет выставка United Property Expo. Она состоится в городе Алматы. Наш стенд под номером А7-1. Будем рады видеть всех жителей Казахстана. Приходите, познакомимся, расскажем вам о Северном Кипре, или расскажем о новых проектах, как для постоянного проживания, так и интересные для инвестиций. Поэтому обязательно приходите 19-20 сентября United Property Expo в Алматы. В Казахстане, в Алматы или в Астане? В Алматы. Окей, давайте еще немного все-таки о недвижимости. В общем, вот в вашем портфеле какое количество предложений сейчас есть, если мы говорим, скажем, о новостройках? И можно ли сказать, что вот какая часть этих предложений – это недвижимость, которую можно было бы назвать курортной? Или все-таки, учитывая, что многие люди приезжают уже на совсем, все больше объектов, которые, знаете, такое, то, что называется, для постоянного проживания? Ну, по моим оценкам, наверное, все-таки процентом соотношения 70 на 30, наверное, в основном строятся курортные недвижимости здесь. Большинство проектов строится таких и в курортах в регионе Искелефа, Макусто, и в регионе СНТП, это уже при городке Рейне. Они больше предназначены именно для курортного проживания. Многие используют… Там есть, конечно, люди, которые живут постоянно, но их значительно меньше. Эти проекты очень интересны для инвестиций, они имеют красивую инфраструктуру, то есть они чаще всего такого отельного типа, закрыты бассейнами, спа-центрами, фитнес-центрами и всяческой инфраструктурой, чтобы люди могли на территории его комплекса получить полный спектр услуг. Для постоянного проживания, наверное, как я сказал, по моим оценкам, около 30% сейчас строятся недвижимости. В основном это Керения и ближайшие к ней пригороды, Алсанжак, Лапта, Фомагусты тоже строятся, там есть район Лини-Буазичи, вот в нем тоже для постоянного проживания очень многие покупают. Когда мы говорим объекты для постоянного проживания, это в первую очередь даже не вопрос расстояния от моря, это город или не город? Нет, вы знаете, здесь такие расстояния даже не только до моря, но и до города, вот те же Алсанжак расположены в 15 километрах от города, то есть буквально там 10 минут езды на автомобиле. Тут вопрос не расстояния, скорее, а концепции самих проектов. Они курортные, более шумные, с большей инфраструктурой, больше подходят им для отдыха. Очень много развлечений для детей на их территории, поэтому это более такого отельного типа. Когда мы говорим про комплексы для постоянного проживания, конечно, жить постоянно в отеле никто не захочет, я думаю. В основном все-таки люди почитают жить поближе к природе, в красивой локации, в тихом, спокойном месте, чтобы никто не мешал, больше приватности. Поэтому в основном эти проекты и регионы отличаются именно концепцией. Такой, может быть, тоже странный вопрос, но все-таки при прочих равных. Вот одинаковая площадь, одинаковый вид, по крайней мере, комплекса, один-другой. Курортный и такой некурортный, что дороже? Или так нельзя говорить? Если при прочих равных, наверное, все-таки курортный комплекс будет дороже, просто потому что на его территории построено большое количество инфраструктуры, которая, естественно, от застройщика требовала определенных затрат. И это сказывается на стоимости квадратного метра жилья в этом комплексе. То есть одно дело построить один маленький бассейн на 5 блоков домов, это живой проект, другое дело построить огромные парки, сады, детские площадки, спа-центры и все остальное, требует других затрат на застройщиках. Поэтому чисто логически, я думаю, что там будут цены, конечно, выше. Но, тем не менее, у нас есть такие проекты для постоянного проживания, можно сказать, что они элитные, наверное, назовем их так, но цены там будут выше. Скажите еще, вот если мы говорим о цене, а тут был в самом начале вопрос, просто все-таки, с чего, вот какой сейчас порог входа, если мы говорим о новостройке, если мы говорим о вторичке, вот с какими минимальными, вот с самой минимальной деньги, которые нужно иметь, чтобы сейчас приобрести что-то на Северном Кипре, ну, по крайней мере, с того, скажем, что вы предлагаете. Ну, я бы посоветовал нашим клиентам ориентироваться на цифру в районе 60 тысяч фунтов. 60 тысяч фунтов? Ну, я сейчас точно не помню, где-то умножаем на 1,3, да, наверное, получаем евро? Если в долларах, то на 1,3, да. 1,3. Это новостройка или вторичка? Это стартовые цены на проектах в стадии строительства, на апартаменты в стадии строительства. Если мы говорим про вторичное жилье, тоже в этом бюджете можно найти апартаменты, они будут уже с мебелью, с техникой, но постарше, просто по возрасту, допустим, там, 8-10 лет. Тем не менее, вот этот бюджет, все, что ниже, достаточно сложно. Наверное, если у наших клиентов, ну, просто сумма ниже этого порога, то, наверное, стоит покупать что-то в стадии строительства, используя эту сумму в качестве первоначального взноса. Окей. Но давайте теперь, раз уж мы заговорили о, там, первоначальном взносе, и вы несколько раз уже употребляли слово инвестиции, понятное дело, что когда, там, недвижимость за год подорожала в два раза, даже чуть больше получается, а это было, там, в 22-м году, ну, например, да, определенная логика в выгоде есть, да, и там вопрос, как купить, как продать, об этом мы тоже отдельно с вами поговорим, да, сколько на это требуется расходов. Тем не менее, вы несколько раз употребили слово инвестиции. В опыте вашей компании, инвестиции, сохранение денег или рост состояния, что это сейчас такое? Ну, как показывает практика, на данный момент все-таки это прибыль. То есть это не просто так, чтобы вложили деньги, чтобы их не потерять, сохранить и впоследствии каким-то образом вывезти, продав эту недвижимость. Все-таки, повторюсь, все годы мы видим рост цен на недвижимость на Северном Кипре, поэтому до данного момента все наши покупатели, они при перепродаже все-таки зарабатывают. Если мы не берем какие-то частные случаи, когда клиенты были вынуждены, допустим, срочно продать, им очень нужны деньги, они были готовы снизить цену поскорее, чтобы получить эти деньги для решения своих вопросов каких-то. А так вот, если просто вы хотите заработать именно и перепродать, в этом большие сложности нет, действительно, рост цен мы видим постоянно. Вот смотрите, предположим, есть какая-то цена X, столько стоит объект. Как бы вы оценили, сколько человек тратит в целом на покупку этого объекта? Понятно, что еще есть некие дополнительные расходы, но все равно это больше, чем… Это же не только сумма, собственно, на объект. Смотрите, очень важный момент, наверное, не знаю, как в других странах, на Северном Кипре, когда вы видите цену у нас на сайте, если это первичная недвижимость, либо в прайсе у застройщика, когда мы с вами вместе приезжаем к застройщику, мы работаем в нашей агентстве недвижимости по тем же прайс-листам, которые, если вы придете просто к застройщику, цены будут одинаковыми. Так вот, эти цены, они всегда не включают доп. расходы. Это голая цена, без МДС, без расхода на регистрацию договора, без расходов на подключение коммуникаций к этому проекту. Для того, чтобы нашим клиентам было как-то проще ориентироваться на берегу, еще перед тем, как они определились, как-то сформировали определенный бюджет, нужно, наверное, понимать, что порядка 10-15% им точно понадобится добавить к стоимости этого объекта недвижимости. То есть, допустим, у нас для ровного счета квартира стоит 100 тысяч пунктов, нужно понимать, что 110-115% она вам упадет. Вот по поводу МДС, расскажите, потому что тоже был вопрос про дополнительные расходы. Дело в том, что МДС и оформление, получение, я назову это словом турецким, титул, да, вот право собственности, это многих вводит некое заблуждение, все-таки, как это работает на Северном Кипре. Смотрите, титул, правда, это не турецкое слово, а английское. По-турецки называется таким интересным словом. На данный момент при регистрации договора необходимо заплатить 6,5%. 0,5% оплачивается гербовый сборг и 6% в счет того самого титула, который потенциально в будущем наши клиенты могут захотеть перевезти. Соответственно, при регистрации договора 6,5% нужно оплатить от той цены, которая указана в договоре. Второй расход, который у вас будет, это 5% МДС. Если это строящийся объект недвижимости, то чаще всего его нужно оплачивать за строящих при получении ключей. Если это готовый объект недвижимости, то сразу при получении ключей. Если это вторичка, то МДС может быть уже оплачен. И в будущем, если вы захотите перевести право собственности, то есть по договору, по зарегистрированному договору в земельном комитете, вы и так являетесь собственником недвижимости. Но если вы захотите в будущем еще получить право собственности на землю, на которой эта недвижимость построена, то вы имеете право, как иностранцы, оплатить дополнительно еще 6% и перевезти налог на землю так же для себя. И тогда у вас будет право собственности не только на квартиру, на многоквартировом комплексе, но и часть участка, на которой она построена. Многие наши клиенты очень понимают, зачем это нужно. То есть когда у тебя своя вила со своим участком, то, конечно, тут все понятно. Вот у тебя дом, будет странно, если этот дом будет стоять на чем-то участке. Конечно, лучше тоже титул на себя переводить. Когда мы говорим про многоквартирный дом, вы являетесь собственником квартиры уже под зарегистрированному договору, и нас многие спрашивают, зачем тогда переводить титул. В принципе, единственное, для чего он вам нужен, это для того, чтобы в будущем не зависеть от застройщика. То есть при перепродаже, например, вам потребуется подпись застройщика на договоре, потому что он до сих пор будет являться владельцем титула на землю. Поэтому вот это единственный нюанс, который отличает, есть ли у вас титул, перевели ли вы его на себя, либо не перевели и оставили на предыдущем собственном. Еще один момент, вот мы вернемся еще к паре вопросов про инвестиции, они тоже были, и еще один момент, который вначале спрашивали, вот непонятная все-таки история с тем, сколько объектов недвижимости может приобрести иностранец. То есть говорят, что один может, второй уже нет. Вот насчет этого можно даже еще несколько слов. Действительно, по закону, который сейчас действует на Северном Кипре, иностранцы могут приобрести, либо с такой вот отметкой зарегистрировать, назовем это так, только один объект недвижимости на свое имя. То есть вы можете, конечно, приобрести несколько объектов недвижимости, зарегистрировать один на себя, второй на жену, третий на любого совершенно летнего родственника, либо знакомого, но на себя можно оформить только один объект недвижимости. Однако, не сложно на этот вопрос ответить, просто правительство на Северном Кипре приняло решение. А вы что, у кого? Несколько ограничить этот. Возможно, они боятся, что слишком много здесь иностранцев будет. Но это наши догадки, поэтому смысла в этом нет. Я понимаю, что главное, что для наших клиентов мы можем сделать, это дать им возможность приобретать несколько объектов недвижимости. У нас есть инвесторы, которые приобретают десятки новых комплексов, например, для инвестиций. Либо пусть даже десятки для инвестиций, а кто-то хочет купить дом для себя и какую-то квартиру для своего сына, который будет учиться где-то в университете здесь и в этой студии жить, потому что ему там буквально две минуты ходьбы до университета. Это очень удобно. Это легко на самом деле сделать. Есть несколько вариантов, как это можно сделать. Первый способ, которым сейчас многие пользуются, они просто не регистрируют свои договора в земельном комитете. Чем это грозит? Все самые налоги. Ну, по большому счету, это ничем не грозит. Единственный риск, наверное, это то, что вдруг застройщик, который вы приобретаете, хотя мы работаем со всеми крупными и надежными компаниями, мы представим фантастическую историю, что он стал мошенником и решил всех обмануть и продать эту квартиру повторно. Но вообще-то это как бы уголовное дело, поэтому нет вообще шансов предполагать, что он на это пойдет. Поэтому, наверное, большинство сейчас инвесторов не регистрируют свои договоры. Однако для тех, кто хочет, чтобы все было сделано по закону, они боятся, понимают, что это не хотят рисковать, даже там 0,01% этого риска есть, но они не хотят. Мы открыли трастовую компанию, и таким образом на эту трастовую компанию мы можем регистрировать бесконечное количество объектов недвижимости, поэтому мы заключаем договор с нашими клиентами, по которому мы оформляем купленные имя объекта недвижимости на нашу компанию, но при этом везде прописано, что собственником этого объекта недвижимости являются клиенты, что все обязательства по оплате налогов либо платежей по рассрочке лежат на них. У нас единственное обязательство – это то, что мы обязуемся в течение определенного срока, например, одной недели, по требованию наших клиентов снять регистрацию этого договора, как только им это потребуется. Все. Если вот нет регистрации, продать, купить, передать по наследству? Вы можете продать, вы можете делать со своей квартирой что угодно. Единственный нюанс – для того, чтобы подключить счетчики воды и электричества, вам нужен зарегистрированный договор. Вот по этой причине нас, например, инвесторы просят. Я собираюсь эти квартиры сдавать в аренду, вот у меня их 10 штук, без воды и электричества я сдать в аренду не могу, поэтому мне нужно зарегистрироваться. Для этого мы открыли трассу, помогаем им в этом. Если инвесторы приобретают только с целью дальнейшей перепродажи и заработка и последующего реинвестирования в следующие проекты, то, в принципе, никто из них вообще не регистрирует, для того, чтобы не оплатить дополнительные налоги. То, что все инвесторы, они смотрят только на математику. Для них важнее цифры, их меньше интересует, где это расположено и так далее. И главное, сколько они тратят, сколько они могут это продать. Чем меньше у них расходов, тем больше они в итоге зарабатывают. Еще один вопрос сейчас пришел. С момента покупки до получения титула, какие сроки и где они указываются? Смотрите, на самом деле, процесс оформления титула достаточно сложный на сей рынке. Он не сложный, он просто длительный, скажем так. Для того, чтобы получить титул на землю, нашим клиентам необходимо привезти из России и справка об отсутствии из той страны, откуда они приедут, справка об отсутствии судимости. Эту справку мы подаем в МВД и обычно в течение одного-двух лет рассматривается заявление и вы получаете, если у вас нет судимости, ничего такого страшного, то вы получите разрешение. В целом, это можно делать уже на этапе, даже если вы купили строящийся объект недвижимости. Пока он строится, как раз один-два года, к тому моменту, когда он будет готов и можно будет перевести титул на землю на себя, вы уже получите разрешение и можете это сделать. Второе условие для того, чтобы люди могли перевести титул, это то, что настройщик должен завершить строительство проекта и сделать индивидуальный титул на каждый объект удвижимости. Допустим, если это многоквартирный дом, изначально у него есть титул на землю, после того, как он построил много, 100 квартир в этом комплексе, он должен на каждую квартиру сделать 100 индивидуальных титулов. И, соответственно, как они у него есть, вы получили разрешение, вы можете оплатить налог и перевести этот титул на свои имени. Окей. Еще раз представлю своего собеседника. Аркадий Осипиан, руководитель отдела продаж компании Leverage Investment. Еще буквально пару вопросов инвестиционного характера. Мы так по моей вине немножко ушли в сторону, но просто вопросы были, на них нельзя не ответить. Вот вы сказали про покупку. Предположим, клиент хочет продать объект за условно те же самые 100 тысяч. Вот тут какие дополнительные расходы у него будут, соответственно, чтобы понимать, очень часто говорят, что спекулятивные инвестиции в течение полугода неинтересны, потому что ты кучу потратишь дополнительно на покупку, на продажу. Это же понятно, да? И тогда нет никакого смысла. Смысла никакого нет. Смотрите, у нас с этим все намного проще, потому что никаких налогов при перепродаже владелец квартиры не платит. По крайней мере, в том случае, когда он продает за те же деньги, как вы говорите, за которые он в свое время приобрел. Но даже если он продает и хочет заработать, и продает дороже, чем он приобрел, в любом случае, мы составляем договора таким образом, что клиент, владелец этой квартиры или дома не будет платить никаких дополнительных. Поэтому, пожалуйста, ради бога, ваш интерес, интерес вашей компании, как продавца, с кого деньги берете? Собственники недвижимости просто говорят, сколько они хотят получить на руки с продажи, и мы свою комиссию добавляем сверху. То есть, нам, по сути, наши услуги оплачут покупатель. Собственник недвижимости не должен нам ничего платить. Окей. Тогда еще такой вопрос, вы сказали, о способе заработать, но тоже понятно, там вложение на стадии котлована и так далее. И понятно, что последние 2-3 года тут многие могли заработать действительно неслыханные для любого мирового рынка проценты. Впрочем, не только на Северном Кипре, в Турции такие истории были, в Дубае сейчас заработали. Момент понятен. А все-таки это главное и единственное то, что вы предлагаете? Или вы все-таки историю, связанную с сдачей в аренду, вы про нее тоже упомянули? Нет, конечно, как я и сказал, у нас база клиентов достаточно большая. Среди этих клиентов есть те, кто приобретает недвижимость для инвестиций, о чем мы сейчас говорили. Есть те, кто приобретает для постоянного проживания. Есть те, кто приобретает для того, чтобы, как вы говорите, сдавать в аренду и просто может быть один-два раза в году приезжать в отпуск, отдыхать по паре недель и дальше уезжать и продолжать сдавать в аренду. Поэтому всем этим мы занимаемся. Для этого у нас есть компания отдела аренды, в том числе. Для этого у нас, как я сказал, для нас очень важный постпродажный сервис, чтобы сопровождать клиента на всех этапах. Поэтому, пожалуйста, для любых целей на Северном Кипре вы можете приобрести... Сколько, но это реально, не максимальные цифры, а вот средние по вашему опыту объект под аренду. И все-таки объект под аренду это хорошая история, краткосрочная аренда, там, что-то курортное, или, как вы сказали, все-таки треть объектов это уже объекты для долгого проживания. Насколько я знаю, на Северном Кипре сейчас много людей, которые хотят жить там долго. 19-летний опыт работы нашей компании подсказывает, что наиболее выгодным для инвестиций является покупка недвижимости для сдачи в краткосрочную аренду. Мы сами занимались долгосрочной арендой ранее, примерно 5 лет назад еще мы ей занимались, но по опыту мы поняли, что ни для нас, ни для владельцев этой недвижимости это не особо интересно. Поэтому мы все-таки рекомендуем нашим клиентам, и наша компания, и наша биоаренда занимается посуточной сдачей в аренду. Северный Кипр такое уникальное место, где, несмотря на 320 солнечных дней в году, на то, что это курортное место, Средиземное море чистейшее, прекрасный климат и так далее, к нам, у нас достаточно длинный сезон, в отличие от Черноморского побережья, например, к нам едут круглый год. Связано это с тем, что у нас большое количество казино в Северном Кипре, и люди из разных стран останавливаются в наших апартаментах для того, чтобы приехать и поиграть в казино несколько дней, допустим. поэтому у нас нет такой проблемы, как, повторюсь, допустим, на Южном Кипре, где с октября по май месяц, наверное, все вымирает, и в таких особенно курортных комплексах там жизни нет, то есть сдавать в аренду это просто некого. На Южном Кипре построят большое казино? Ну, возможно, одно построят, но, опять-таки, оно одно будет на всю страну больше. Здесь у нас на маленький Северный Кипр, по моим оценкам, больше 20, наверное, казино существует. Хорошо. Друзья, значит, ну, мы уже без малого час говорим, а у нас еще есть как минимум три такие глобальные темы, которые надо осветить, поэтому давайте в том, в теймпе публице скоряемся. Первая тема, Аркадий, очень важная. Я сейчас посмотрел, мы статистику принесли, вот из Казахстана у нас есть зрители, некоторые находятся и в Турции, и на Кипре есть люди, но все равно понятно, что для многих вопрос перевода средств связан с тем, что значительный счастье денег у них в рублях. По поводу оплаты, все-таки, во-первых, оплата в фунтах, давайте просто не буду задавать какого-то конкретного вопроса, задам его предельно общий, а вы уже расскажете так, как считаете правильным, а вопрос очень простой, как? Смотрите, ну, во-первых, то, что я всегда говорю про фунты, ну, так исторически сложилось, что ценная недвижимость на Северном Кипре зафиксированы в фунтах. Понятно, что первые иностранные покупатели здесь были англичане, и для их удобства просто так было сделано, и никто ничего не стал менять спустя десятки лет. Но, это не означает, что для того, чтобы приобрести недвижимость, вам физически нужны только фунты. Вы можете оплатить ее и в долларах, и в евро, и турецкими лирами. Просто на момент покупки, на момент оплаты ваши деньги будут конвертироваться в фунты. Многие застройщики даже на момент оплаты депозита соглашаются зафиксировать цену в долларах или в евро. И весь тот период, несмотря на то, что там рассрочку можно лицать, то есть 5 лет, весь этот период у вас ничего уже не поменяется. Вы будете платить стабильно в той валюте, в какой вам удобнее. Что касается вашего вопроса, как непосредственно из России, допустим, производить платежи, я так понимаю, что из остальных стран такой проблемы нет, и по-прежнему люди могут банковским переводом оплачивать. Основной вопрос наверное касается жителей России. В целом до сих пор работают банки в России, у которых не отключен свифт-код, свифт-переводы, поэтому они могут спокойно делать. Сразу перебью. У вас есть примеры, я прошу, можно даже банки не называть, скажем, за последний месяц, когда приходил перевод из российского неподсанкционного банка? Да, конечно. Я могу сказать, что если это не будет рекламы, я могу называть пару банков, с которыми мы работаем. Давайте, ладно, назовите в конце концов. Смотрите, до мая прошлого года мы активно для платежей использовали Тинькофф, после того, как там сменились владельцы и закрыли свифт, мы перешли с мая прошлого года и до сих пор мы активно работаем с Highfizer банком. Я думаю, что мы... Highfizer, понятно. Какие-то еще есть? Честно говоря, есть, были другие банки, но, наверное, 99% наших клиентов просто плачут деньги через Highfizer, просто потому, что это рекламы. Да, просто называют, мы делали такие даже... Даже в этом месяце я могу вам сказать, что у нас наши клиенты делали платежи из Highfizer банка, наверное, порядка 10 платежей, вот у нас 14 сентября, порядка 10 платежей из Highfizer мы получали. Причем, ну, там есть, в данный момент у них появились, год назад их не было, сейчас появились какие-то лимиты на минимальный платеж, и, насколько я знаю, в евро сейчас больше, меньше 20 тысяч евро отправить нельзя. Но в фунтах, например, кстати, через Highfizer банк граждане Российской Федерации могут делать платеж сразу в фунтах, опять же. И этот минимальный платеж, он всего 10 тысяч фунтов, поэтому банк работает... Второй вариант это криптовалюта, возможно, он опять же немногим знаком, но тем не менее мы принимаем плату в криптовалюте. Многие застройщики здесь вообще достаточно развиты этой системы, потому что здесь во многих магазинах, автосалонах у застройщиков можно расплатить криптовалютой. По всему Северному Кипру вы увидите огромное количество обменников криптовалюты. И третий вариант у нас есть просто наши доверенные лица, которые находятся в крупных городах в России, с помощью которых мы готовы принимать деньги у вас там и оплачивать за вас застройщиком здесь. Это, наверное, самый простой вариант. Большинство наших клиентов сейчас используют именно его, просто потому что кто-то не может открыть счет, кто-то не хочет платить допустим комиссии за банковские переводы, кто-то не хочет в принципе или не может показать, что у него есть эти деньги или что он приобретает что-то на Северном Кипре. Пожалуйста, для этого можно всегда работать через наших представителей в России. Два коротеньких вопроса, давайте коротко. Есть ли из Беларуси оплата? Есть банк, насколько я помню, БСБ банк, он называется Белорусско-Швейцарский банк. Он делает платежи на Северный Кипр. Окей. Мы получали рублями возможно ли оплата? Возможно. Во-первых, некоторые застройщики готовы принимать оплату рублями. Во-вторых, мы сами готовы принимать тоже оплату рублями. Еще один вопрос. Какой процент на обналичивание крипты берут застройщики? В целом варьируется в районе 3%. Кто-то может брать 2%, кто-то 3%, кто-то 4%, кто-то 3%. Я думаю, что да, может быть, на эту часть из этих вопросов можно будет ответить в частном порядке. Тут есть такой момент. Светлана, ваша коллега, она сейчас очень активно отвечает в чате, но, может быть, я попрошу просто и вас тоже сейчас ответить. речь шла про аренду и про... А, ну вот, окей, все, не буду уже задавать этот вопрос. Был вопрос, связанный с арендой и готовы ли вы взять объект в управление? Ответ, что есть некий стандарт. Мне кажется, вы подробно на этот вопрос не отвечаете. У нас есть аренды, пожалуйста, обращайтесь. В частном порядке обсудите никаких вопросов. Давайте тогда еще пару минут вот к чему делим истории, связанной... Это мое субъективное мнение, согласитесь, не согласитесь, все-таки огромный интерес прошлого года к Северному Кипру вызван тем, что туда можно приехать и там можно остаться. У нас 65-70% людей, которые интересовались недвижимостью зарубежной, раньше это был меньший, все равно большой, но существенно меньший процент. Кто-то для инвестиций, кто-то в домик у моря. Нет, ребят, сейчас приехать и чтобы не выгнали. Несколько слов и кадр включу по истории, что сейчас с разрешением на пребывание на Северном Кипре, как это происходит. Да, у нас, наверное, одной из тем нашего сегодняшнего вебинара была как раз тема получения вида на жительство на Северном Кипре, как здесь легко и просто легализоваться. На самом деле, очень частый вопрос нас спрашивает, что нужно привезти с собой из той страны, откуда люди хотят переехать, какие документы, как заранее подготовиться к тому, чтобы получить вид на жительство. На самом деле, ничего, кроме той справки об отсутствии судимости, которую я ранее упомянул, нам не требуется. Понятное дело, что паспорт заграничный у вас будет и так с собой, ваше присутствие здесь и так будет, поэтому, кроме этой справки, нам больше ничего не требуется. Здесь на месте мы уже начнем собирать документы, вам понадобится договор, зарегистрированный договор купли-продажи, вам понадобится справка по месту жительства, выписка со счета из местного банка, мы опять же вам поможем открыть счет в местном банке, вы положите туда деньги, покажите, что у вас есть на что здесь жить и вот этого списка документов будет достаточно для того, чтобы податься на ВНЖ. Здесь обычно первый раз так точно дают ВНЖ на один год, поскольку многие живут здесь долго, возможно, они уже получают сразу на два года, но в среднем на один год получают предложительство и далее каждый год его подливают. пара слов про открытие счета. Открытие счета происходит до того, как ты совершил некие процедуры или вот это... Для того, чтобы открыть счет в банке, нужно иметь справку по месту жительства. Справку по месту жительства вам дадут только, если у вас есть договор на покупку и внести. А в какой валюте открываются эти счета? В четырех валютах турецкая лира, английский фонд, доллар и евро. Отмечу, что все четыре валюты здесь в активном ходу. То есть в любом магазине вы можете просто за продукты питания на кассе рассчитаться и фунтами, и долларами, и евро. С этим нет никаких проблем. Понятное дело, что здесь тоже большое количество просто обменников. Нигде не обманывают. Спокойно можно поднять валюту. Никаких там дополнительных скрытых процентов за это не ведется и так далее. И по поводу ВНЖ я также хотел сказать, что в отличие от других стран на Северном Кипре нет каких-то ограничений на стоимость недвижимости. Допустим, что только в случае, если вы купили недвижимость стоимостью выше 300 тысяч евро, вам дадут ВНЖ. Здесь такого нет. Любая недвижимость, первичка это, вторичка, не имеет значения. На основании договора вы имеете право подать документы на получение вида на жительство. И второй момент, что нет про стоимость я сказал и нет никаких ограничений по территории. То есть, неважно, в каком регионе вы приобретете недвижимость, в каком районе Северного Кипра, точно так же вы получите. Как быстро выдаются сейчас эти документы? Ну, просто, чтобы люди могли... Нашим клиентам мы помогаем оформить все в течение полутора месяцев. С момента покупки до момента... Документы подачи документов на вид на жительство. Для этого не надо иметь полностью оплаченный объект. То есть, можно, ну, как бы, или надо? Нет, если у него не имеет значения, есть у вас рассрочка или нет, если у вас есть договор зарегистрированный на покупку на движение, мы уже можем подавать документы. Окей. И тогда давайте перейдем все-таки еще к одного момента. Как мы уже говорили, даже вот в чате чуть выше был вопрос и был ответ. подарочный сертификат от компании Leverage Investment при нажатии на кнопочку вы можете, вам его обязательно вышлют. И хочу обратить ваше внимание, тоже был вопрос, это вас ни к чему не обязывает, то есть получение получение сертификата. получение сертификата ни к чему вас не обязывает, если вы хотите приобрести недвижимость, конечно, это просто ваша дополнительная скидка. Дополнительная скидка. Ну, а сейчас давайте буквально... Для этого вопрос кое-что напомнил, у нас очень часто про ознакомительный тур такие вопросы задают, многие думают, что почему-то за них нужно платить, что вот то, что он бесплатно, это все там реклама, на самом деле за него придется платить. Друзья, это не так. У нас условия ознакомительного тура стандартные, они всегда были такие, никогда не менялись. Мы встречаем, то есть вам, клиентам, нужно приобрести билеты на нужные, удобные для вас даты, вы сами выбираете, потому что все ознакомительные туры у нас индивидуальные, мы не возим группами, у каждого человека может быть разный запрос, интерес, они просто друг к другу мешают, это не совсем удобно, поэтому мы выделяем персонального менеджера для каждого клиента. Вы выбираете, покупаете билеты на удобные для вас даты, прилетаете к нам на Северный Кипр, мы вас встречаем в аэропорту бесплатно, мы вас заселяем в апартаменты, либо в отель бесплатно на три дня, за это время показываем страну, объекты недвижимости, отвечаем на все ваши вопросы, если вы что-то приобретаете, то обратный трансфер в аэропорт также будет за наш счет, если по какой-то причине вам не понравилось дорого или еще что-то, вы решили подумать еще, допустим, либо вам нужно для покупки вначале продать что-то в своей стране, вы нам ни за что платить не должны, вы просто платите свой обратный трансфер в аэропорт и спокойно вылетите домой. То есть не надо нам платить за проживание или за что-то еще, не надо оставлять каких-то депозитов, в общем, мы здесь с вас никаких денег не берем за знакомительный тупик. Спасибо большое, Аркадий. И еще один тогда момент, рассказали про сертификат, а теперь давайте просто посмотрим буквально несколько примеров от вас, которые вы выбрали, к чему этот сертификат на пример можно приложить. Итак, мы выбрали три объекта, с компанией Леверидж Инвестмент, давайте просто посмотрим, что это такое. Я просто умолкаю, вам слово, объект номер один, объект номер два, объект номер три, что это, что для кого, где, как вам. я коротко расскажу просто зрителям, по какой причине мы выбирали именно эти объекты. Мне хотелось показать вам разные проекты для разных целей. Мы сегодня говорили, что кто-то приобретает для инвестиций, кто-то для постоянного проживания, кто-то хочет квартир, кому-то нужна большая милая. Вот по этой причине мы выбрали остановиться на этих проектах. Когда мы говорим об инвестициях, очень важно понимать, что на каком этапе вы заходите в определенный проект. Нет смысла сейчас покупать под инвестиции то, что было презентовано еще в начале года, потому что с тех пор и застройщик поднял цены, и самые грамотные инвесторы уже успели выкупить самые интересные объекты недвижимости в этом проекте. Поэтому сейчас наша задача выбрать тот объект недвижимости, в котором вы еще будете первым. Вы не будете перекупать эти квартиры по более высоким ценам. Тот проект, который вы сейчас видите на своих экранах, вообще можно назвать его уникальным не только на Северном Кипре, но и на всем Кипре, потому что помимо того, что это курортный комплекс, рядом с ним будет построен огромный парк развлечений. И для жителей этого комплекса вход в этот парк развлечений будет бесплатным. Это вообще единственный парк развлечений на Северном Кипре такого уровня. Там будет и зоопарк, и аквапарк, и картинг, и гольф, поля, в общем, огромный комплекс развлечений. Поэтому этот проект наиболее интересен для инвестиций, на наш взгляд, сейчас, потому что у вас есть возможность инвестировать на начальной стадии по минимальным ценам, пока еще не произошло повышение цен. Ну и сам факт, что на самом деле в этом комплексе будет построено всего 350 объектов недвижимости, у вас не так много будет конкуренции при перепродаже. 250 апартаментов. Окей, смотрим дальше. Для контраста и для сравнения я хотел показать объект не отельного типа, а более спокойный, который расположен в очень живописном районе. Там будет всего два этажа, комплекс двухэтажный, соответственно, более спокойный, уютный, больше приватности, при этом близко к морю и при этом, несмотря на то, что это популярный для отдыха регион СНТП, на территории этого комплекса будет построено большое количество инфраструктурных объектов, в том числе откроется, мы уже знаем, что стройка только сейчас началась, мы уже знаем, какие банки будут открыты, какие магазины, рестораны и так далее. То есть даже хоть до того, что часть муниципальных объектов будет открыта прямо на территории комплекса и людям просто не придется ездить куда-то, чтобы оформить какие-то документы. Поэтому очень интересный проект именно с точки зрения инфраструктуры и просто для сравнения. Один, высотый, шумный отельный, а второй, более спокойный. Вот все-таки уточнить хочу, вот район СНТП все-таки, вы сказали, что он, может быть, я неправильно услышал вас, не такой курортный, но СНТП это же совсем не город. То есть там же просто отдыхать и вот там как раз жизнь зимой может быть несколько замирает просто потому, что там инфраструктуры такой городской нет вообще. Да, и именно за это его очень ценят европейцы. Они очень любят спокойное, красивое в плане природы место. СНТП этим очень ценится. В большинстве случаев там покупают граждане Великобритании, Германии, скандинавских стран, комплексы более элитного уровня. Вы это заметите очень легко и по ландшафтному дизайну, и по другим моментам. Но то, о чем вы говорите, это действительно так. На данный момент СНТП не хватает инфраструктуры городской. Но исходя из той информации, которую мы сейчас обладаем, мы знаем, что уже в ближайшие годы она там появится. И поэтому СНТП можно будет рассматривать не только в качестве курортного комплекса, где вы можете приехать и отдохнуть пару недель, но и в этих уютных проектах можно будет постоянно проживать, и это будет абсолютно комфортно. Многим мне нравится жить в шумных муравейниках, а для этого существуют такие проекты, в которых все будет очень органично. Окей, смотрим дальше. Это вариант просто как пример вторичного объекта недвижимости, комплексу порядка 6-7 лет, квартира с двумя спальнями, стоимость 120 тысяч фунтов, у этой квартиры она расположена на втором этаже, у нее есть еще своя терраса на крыше площади 25 квадратных метров, с оборудованной зоной, там есть умывальник, есть выход от электричества, то есть можно устраивать барбекю пати. Стоит отметить, что эта цена, если вы ее сравните с первичной недвижимостью, новыми проектами, то по такой цене сейчас можно приобрести в лучшем случае квартиру с одной спальней. Здесь эта вторичка в уютном готовом комплексе, расположенном на Санджаке, недалеко от самых известных пляжей, как Escape Beach, Денисский Зык-Бич, поэтому прекрасная локация для постоянного проживания. Окей, и номер четыре. Да, у нас, мне хотелось также показать вам виллы, потому что люди в апартаменте, но кто-то хочет жить на виллах. И все думают, что особенно с учетом того роста цен, который сейчас происходит, у нас иногда за 180 тысяч квартиры здесь продаются, но я хотел показать, что если вы хотите, даже мечтаете о том, чтобы жить на вилле в красивой стране, не обязательно иметь полмиллиона долларов, евро или фунтов. Вот, пожалуйста, прекрасный пример, вилла с тремя спальнями, с потрясающими, я просто влюбляюсь каждый раз, когда поднимаюсь на крышу этого проекта, виды такие, что невозможно влюбиться, и на море, и на горы, потрясающие закаты. Сам комплекс очень уютный, в нем есть бассейн, есть небольшой тренажерный зал, расположен в тихом, спокойном месте, есть участок вокруг каждого дома, поэтому идеальный вариант для того, чтобы приобрести виллу не по каким-то заложным ценам. Я не повторюсь с новыми проектами апартаментов, это прекрасное предложение. Так, Аркадий, вы здесь? Отлично. Ну, смотрите, по предложениям более-менее понятно, я предлагаю, у нас уже осталось буквально 3-4 минуты, мы не на все вопросы может быть смогли ответить, но, во-первых, у нас материал, например, мы опубликуем, который подробнее обо всем расскажет, это раз, и второй момент, я попрошу еще в чате опубликовать еще раз контакты компании Leverage Investment, и уже в завершении беседы буквально тогда еще пара вопросов. Во-первых, в чате было несколько, небольшая дискуссия по поводу страхования сделок, несколько слов можно об этом, если вы меня сейчас слышите, что-то немножко подзависло, все нормально, да? Вас меня слышно? Да, да, слышно-слышно, пожалуйста, говорите, может быть, не хорошо видно, но... Смотрите, очень важный момент, это наше тоже преимущество над конкурентами, мы являемся единственной компанией на Северном Кипре, каждая сделка которой застрахована на 400 тысяч евро. Это дает дополнительную гаранцию, безопасность и надежность нашим клиентам, она застрахована от наших каких-то возможных ошибок, она застрахована от того, что со стороны застройщика может быть что-то не так, допустим, нет возможности зарегистрировать договор, оформить титул, застройщик не построил проект, не имеет значения. То есть на самом деле я могу сказать, что не было ни одного случая, чтобы нашим клиентам пришлось воспользоваться этой страховкой, потому что, конечно, мы с учетом нашего опыта уже понимаем, как делать, как оформлять сделку, как делать все так, чтобы не было никаких проблем, но тем не менее, вот я ставлю себя на место клиентов, если я в какой-то неизвестной стране приобретаю недвижимость, конечно, мне будет спокойнее, если я буду знать о том, что в случае чего, какого-то форс-мажора, моя сделка застрахована. Это прекрасно, по-моему, поэтому все сделки до 400 тысяч евро застрахованы. Еще пару слов давайте про подарочный сертификат, потому что, может быть, не все успели к началу или кто-то в последний момент подключился. Что это такое и как эта история работает? Да, все участники нашего вебинара, вы можете видеть сверху плашку и кнопочку «Получить» красную, вот если вы нажмете на эту кнопочку, мы в течение дня вышлем вам именной сертификат на скидку на тысячу фунтов на покупку по недвижимости на Северном Кипре. Любой объект из нашей базы вы можете выбрать и мы предоставим вам эту скидку. Также, пользуясь случаем, наверное, хочу еще раз напомнить о том, что 19-20 сентября в Алматы, в Казахстане состоится выставка международной недвижимости United Property Expo, на которой мы будем представлены, наш стенд А7 номер 1. Ждем вас, будем рады пообщаться с вами и рассказать все о Северном Кипре, о недвижимости на Северном Кипре. Ну что ж, мне кажется, продуктивно поработали мы в эти только 75 минут у нас, да? Дорогие друзья, Аркадий Осипиан, руководитель отдела продаж компании Leverage Investment. Мы живем в непростые времена и эти непростые времена позволяют находить новые решения. прошлый год этот очень четко показал, поэтому ну лично я от себя желаю всем мира и безопасности, такое традиционное сейчас пожелание. Ну и Аркадий, наверное, вам тогда такое заключительное слово. Да, друзья, большое спасибо за ваше время, внимание. Я надеюсь, что хотя бы частично мы успели вас познакомить с Северным Кипром и тем, что у нас сейчас здесь происходит. Более детально, пожалуйста, будем рады ответить на ваши звонки, сообщения, письма. С удовольствием пообщаемся с вами. Приходите на нашу выставку, приезжайте к нам в ознакомительный тур. Все вам покажем и расскажем еще более подробно, ответим на любые ваши вопросы. Спасибо большое. Контакты Аркадия и компаний, вот, пожалуйста, в чате есть. Звоните, если что, то и у нас на сайте тоже информация вся необходимая имеется. Аркадий, спасибо вам огромное. Спасибо Светлане, которая отвечала на большое число, в том числе, весьма острых вопросов в чате. Спасибо вам огромное и до встречи и на вебинарах, и очно, где-то в Казахстане. или в другой стране. Спасибо, друзья, до новых встреч. Спасибо большое, до свидания.